Приветствую вас на канале на кухне у цыганочки. Сегодня я приготовлю кабачки по-корейски. Сложим в банку все краски лета, все витамины. Салат получается очень свежий, хрустящий, остренький. Для тех, кто любит острое, это просто клад, а не салат. Все овощи я натираю на корейской вот такой вот терочке, чтобы у меня получилась вот такая вот соломка. Все овощи, кроме болгарского перца. Натираю как бы не по всей длине, чтобы соломка была не слишком длинная. Ну такая вот в половину, половину овощей, но все-таки, чтобы она была длинненькая. Полный рецепт вы найдете под видео в описании. Не обязательно прям все граммы соблюдать. Немножко меньше, больше 50 грамм, больше 50 грамм, меньше. Ничего страшного в этом рецепте нет. Кабачки берите кило-кило-двести, а огурцы, перец и морковь по 400 грамм. Ну как я уже и сказала, что можно брать 350 грамм, 400, ничего страшного не будет. Не обязательно прям все граммы так соблюдать. Морковь можно натирать по всей длине. Вот такая вот получается длинненькая, красивая соломка. Далее идут огурцы. Тоже их натираю немного, как бы вот так вот наискосок. Болгарский перец нарезаю тонкой соломочкой. Кучок петрушки примерно 20-30 грамм. Я его мелко нарежу. Зелень можете взять любую. Можете взять кинзу, можете взять базилик. Здесь уже на любителя, кто что любит. Или вообще не добавлять зелень. Перец и петрушку перекладываем к овощам. Три зубчика чеснока я натру на мелкой терке. Можете мелко нарезать или пропустить через пресс. Теперь пришло время специй. Добавляю одну столовую ложку паприки. И столовую ложку, она у меня не полная, добавлю приправы для корейской моркови. Можете сразу не добавлять всю приправу, добавить половину столовой ложки, перемешать, попробовать, потом добавить еще. Здесь уже потому что она острая, по остроте смотрите сами. Также, если вы не найдете такую приправу или не захотите ее добавлять, тогда добавьте чеснока. Немного больше, пару зубчиков еще добавьте чесночка. Воспользуйтесь красным острым перцем, добавьте кориандр, в принципе получится то же самое. Или здесь вообще вы можете приправы добавить на ваш вкус, какие вы любите. Добавляю сахар, ой, вернее соль. Добавляю сахар. Также добавляю сюда полстакана подсолнечного масла, 100 мл. Дальше идет уксус, 7 столовых ложек, 9% столовый уксус. Перемешиваем салатик. Все краски лета, очень красиво и вкусно пахнет. Все хорошо нужно перемешать и оставить его постоять. Пусть он постоит минут 40, час примерно. Вы сами увидите, когда овощи дадут достаточное количество сока. Вот вы можете видеть, что он уже буквально через одну минуту, вот пока я перемешиваю, что он вот уже, овощи отдают весь свой сок. Посмотрите уже как много сразу сока появляется. Прошло 50 минут, овощи отдали достаточно сока. Не принципиально сколько он у вас будет стоять. Оставить и на 2 часа, тоже будет хорошо. Так что смотрите сами. Но часа вполне достаточно, чтобы эти овощи помариновались, постояли. Все, теперь можно их раскладывать по банкам. У меня чистые сухие баночки, не стерилизованные. И начинаем выкладывать. Выкладываем плотненько. Кому как удобней, мне удобней руками. Такой салат я часто готовлю летом. Просто покушать не именно что на зиму, не заготовка, а просто поесть. Это очень вкусно. Так что смотрите, не съешьте весь салат. Сейчас плотненько вот так вот уложу овощи. И потом уже буду заполнять вот этим вот маринадом, соком. Какой красивый, обалденный салат получается. Сока хватит, потому что он еще и остается. Так что не думайте, что может сока не хватить на все банки. У вас сока хватит. На дно кастрюли выкладываем салфетку. Какую-нибудь ткань хлопчатобумажную или салфеточку. Банки с салатом накрываем крышками. Чистые сухие крышки. Полностью их не закрываю плотно, а только немножко прикрываем. И выкладываем в кастрюлю, будем стерилизовать. Салфеточка стелится на дно кастрюли для того, чтобы банки при стерилизации не потрескались. Я поставила на плиту на средний огонь, налила воды. По плечике банки воды налито. И буду ждать, когда полностью закипит. С того момента, как вода полностью хорошо закипела, я засекаю 15 минут и стерилизую пол-литровые баночки 15 минут. Если у вас будут литровые, тогда стерилизуйте 30 минут. Также следите, чтобы у вас вода при кипении не попадала в банки. Чтобы кипела умеренно и не заливалась в банки. Салат прошел стерилизацию. Я достаю по одной баночке аккуратно. Не обожгитесь. Горячая и крепко закрываем крышки. Крышки можно использовать под закатку или под закрутку. Не имеет значения. И с теми, и с теми крышками очень хорошо этот салат хранится. Он получается очень хрустящий, остренький и вкусный. Я вам рекомендую этот салат к приготовлению. Теперь его нужно закрыть чем-нибудь теплым. Сделать для него шубку. Все, что есть под руками плед, полотенце. И оставляем так до полного остывания. А потом уже можно будет убирать на длительное хранение. Куда есть возможность. Если это будет подвал или погреб, просто прекрасно. Если нет, тогда оставляйте при комнатной температуре. Тоже будет очень хорошо храниться. Спасибо вам за просмотр. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой Яндекс.Зен канал. Буду рада вас видеть. Желаю вам очень вкусных, классных заготовок. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok